Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. Поговорим сегодня о жировании томатов. Жирование томатов – один из серьезных симптомов, приводящий к существенному снижению продуктивности этой прекрасной, очень полезной овощной культуры. Жирование томатов возникает тогда, когда питание растений не сбалансировано. Особенно часто жируют томаты, находящиеся в теплице одновременно с огурцами. Ведь потребности в питании и условиях у этих растений очень разные, поэтому совмещение огурцов и томата в одной теплице считается и таким и является нерациональным. Жируют томаты от того, что в почве или вне корнево вносится много азота. Азота может быть много внесено одновременно с посадкой растений. Минеральный азот усваивается растениями всего лишь примерно на 30%. Все остальное улетает в грунтовые воды и накапливается в колодцах в виде нитратов. Это нехорошо. Поэтому многие используют органические удобрения, которые, впрочем, тоже являются важным источником нитратов в нашей питьевой воде. Многие советуют вместо минерального азота закладывать в лунки различные органические материалы, такие, например, как рыба или еще что-то в этом роде, не дай бог, еще какое-нибудь яйцо. Эти материалы длительное время разлагаются и в начальном этапе роста действительно могут подпитывать растения азотом. Однако тогда, когда мы высаживаем растения уже с цветочной кистью, это нам совершенно ни к чему. Период подпитки азотными удобрениями может затягиваться, и это будет вызывать жирование. В этом случае растения становятся очень мощными, очень облиственелыми. Верхушки закручиваются внутрь. Листья, жилки не успевают за ростом листовой поверхности, листья как бы пузырятся, верхушка делается очень толстой, и кисти не образуются, либо количество цветков на кистях очень маленькое. Что же делать, чтобы предотвратить жирование томата как можно скорее и перевести его из вот этой активной вегетативной фазы с большим количеством пасынков и так далее в генеративную, перенаправить его силы на образование плодов. Это один из способов, когда мы можем добиться увеличения урожайности томата без подкормок. Я буду называть различные способы, которые надо применять последовательно, от наиболее актуальных, я их назову первыми, к уже последним возможностям, если все остальные вам не помогли. Итак, первое, что нужно сделать, это уменьшить количество поливов. Добиваться того, чтобы в течение жаркого дня верхушки томатов паникали, чтобы листики у них паникали. Это будет означать, что им не хватает влаги, растения попадут в стресс и сами гормонально переведут себя в генеративную фазу, ведь растение стремится всегда размножиться. И таким образом будут образовываться все хорошие цветочные кисти. Как только жирование прекратилось, как только цветочная первая кисть появилась, восстановите нормальные поливы, не делайте их слишком обильными. Ваши растения придут в нормальную физиологическую форму. Разумеется, что все эти способы необходимо делать на фоне полного прекращения внесения азотных подкормок. Второй способ предотвратить жирование томатов, прекратить жирование томатов, это увеличить концентрацию подкормочных растворов и долю в них фосфора и калия. Собственно говоря, нужно подкормки полностью перевести на фосфорно-калийные. Используйте, например, монофосфат калия. Если в обычном случае мы используем одну столовую ложку монофосфата калия на 10 литров воды и подливаем по пол-литра, ну до литра такого раствора на растение, то сделайте раствор из 2 столовых ложек монофосфата на 10 литров воды и используйте такой двойной раствор в максимальной литровой дозе подкормки под каждое растение томата. Делайте такие подкормки буквально каждые 3-4 дня. Это, во-первых, снизит поступление азота, даже если он у вас есть в почве калий, блокирует вот такое избыточное калийное кормление растений, блокирует усвоение азота растениями. Это, во-первых. Во-вторых, увеличение концентрации снизит поступление воды и усилит первый способ, а именно уменьшение полива. Следующий способ, чтобы прекратить жирование, это усиление обкручивания верхушки растений на шпагат. Мы закрепляем растение на шпагате для того, чтобы оно не падало, чтобы оно выдерживало вес получающегося урожая. Если вы будете закручивать верхушку посильнее, почаще, например, не через 2 узла, а несколько раз каждое междоузле, в этом случае растение среагирует. Я закручиваю свои томаты по часовой стрелке. Растение среагирует очень положительно и перестанут жировать. Следующий способ касается гормональной регуляции развития растений. Дело в том, что вегетативная масса томата нарастает благодаря гормонам ауксином, которые образуются в листовой массе. Если вы начнёте удалять листья, это не самый лучший способ, ведь вы удаляете фотосинтезирующую поверхность, то, чем растения получают энергию солнца. Но это уже просто такая скорая помощь. Вы удаляете сперва, через один узел удаляете эти листья. Если вам в течение 4-5 дней вы видите, что ваши растения продолжают жировать, в этом случае удалите ещё по одному листу под каждым ранее удалённым. Вы практически оставите только треть листьев на своём растении. Это, безусловно, прекратит жирование ваших томатов. Но, однако же, урожай, к сожалению, снизит. Что ж, вот такие способы я вам предлагаю. Не используйте солевые обработки. Не используйте йодистую настойку, пожалуйста. Не используйте уменьшение инсоляции при тенении ваших растений. Это плохие советы. Вот эти советы, которые я назвал, в полной мере обеспечат вам перевод ваших растений из вегетативной в генеративную фазу и прекращение жирования. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, это поможет вам получить хороший, богатый и здоровый урожай томатов. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!